Рогу я не очень давно был, около двух лет, и за это время совершил несколько ошибок, сделал какие-то выводы, которые я хочу сейчас с вами поделиться, чтобы, возможно, вы на это не попались, ну, вообще рассказать о сутки, что такое спекулянция. Вот мы много говорили об инвесторах и спекулянтах. Вот как я лично для себя понимаю, кто такой инвестор, а кто такой спекулянт? Значит, ну, допустим, в вашем году наш рынок дал сколько пациентов? Наверное, 7. Да, вот такая цель. 7 пациентов. Есть люди, которые заработают, ну, как правило, это листок. Чудестор получает то, что дает заинок. Спекулянт всегда тот, который зарабатывает больше денег. По-моему, отдельно. Есть еще большая группа людей, которые на них денег не зарабатывают, теряют или зарабатывают меньше рынка. Вот тут уходит от нуля, даже уходит в минус и до этого. Вот, как назвают другие, я не знаю, на первую биржевую сленки, они называются овсами. Это ничего. Эти люди, которые приходят, они либо сгибают, либо зарабатывают меньше того, что они, по-моему, имеют как инвестор, ничего не делают, просто вложившись, не свежая никаких денег. Исходя из этого, откуда у инвестора берется прибыль? Вот эти 70%? Ну, сегодня я уже рассказывал. Я повторю одну важную вещь, что за инвестицией всегда должен стоять какой-то бизнес. Инвестор относится к покупке ценной бумаги не как в какой-то бумажке, которую он купил в целе три полдаши, а как в покупке какой-то части бизнеса. Он понимает, что если покупает акцию Гастлона, значит покупает маленькую часть большого предприятия Гастлона. Это предприятие работает, производит какой-то базу, возникает прибавочная стоимость, зарабатывает деньги, получает прибыль. Часть этой прибыли выплачивается в виде дивидендов, часть прибыли направляет на дальнейшее развитие компании. Отсюда и происходит рост и диалог. Кто такой спекулянт? Спекулянт, как бы, вот иногда... Многие думают, что спекуляция это форма инвестиций. Я бы так не сказал. За спекулянтами не стоит никакого реального бизнеса. Все, чем они занимаются... Вот у Сергея Спирина это четко было. Все, чем они занимаются, они пытаются отнять деньги друг к другу. Ну, как поэр, спекулянт это тот, что деньги все-таки отнимают у тех, которым я называю вулксом. Откуда он отнимает? Тех, кто не спекулянт. Вулкс, вулкс. Вулкс. Вулкс, да. Ну, не можно сказать вулкс. Вулкс. Но спекулянт, прибыль спекулянта берется только за счет того, что он отнимает ее у других. В отличии от инвестора. Прибыль возникает за счет того, что он относится как часть покупки акций, как часть компании. За него работает бизнес. Вот это вот... Ну, как бы, я считаю, что это достаточно важно. Вот один из главных, скажем, когда я это четко осознал, это был один из главных моментов, когда я в конечном итоге стал достаточно хорошо зарабатывать. Сочувствует вулксом. Дело в том, что... Поначалу я им сочувствую. Недавно, вот одно из моих последних открылось. А я пришел к выводу, что, в общем-то, люди на самом деле... Большинство людей приходят на рынок не с желанием заработать его. Они приходят либо это игроки поиграть, либо очень большая часть участников рынка приходит просто потусовать. Я провел тут несколько экспериментов, как бы, в одном клубе трейдеров, где люди не очень успешные, где, в общем-то, если у клуб зарабатывает один-два человека, я предложил свою стратегию работать. И сказал, что вот если вы будете работать по этой стратегии и понесете убытки, я вам это просто компенсирую. Все ваши убытки я компенсирую. Ну, сказал, что будут некоторые условия. Что вы думаете, никто даже, в принципе, меня в этих условиях не спасил, хотя они достаточно простые, и никто так не захотел самоработать. Я не вижу другого варианта, кроме того, что люди на самом деле пришли просто курсоваться, и прибыль их не интересует. Я раньше думал сначала, что, возможно, люди не понимают, откуда берется книга, как ее надо получить. Ну, я все это рассказал, и все равно ничего не изменилось. Дальше я, так сказать, я не оставил эту мысль эксперимента, я набрал группу из десяти человек, семи с которыми были абсолютными новичками, предложил те же условия, прочитал бесплатный курс. По-моему, было четыре занятия, прочитал бесплатный курс. Рассказал все, как я вижу, все, как я хотел предложить. Опять, было условие, если вы, если дети не выбрал, и предложил, что если, опять, они будут довольствовать по моей стратегии, я тоже не буду довольствовать. Условие было. Нет, нет, условие было следующее. Не писать четкий план, сказать, что будет. В результате из десяти человек только сделали сначала двое, потом трое, потом третий сделал, но, в общем-то, никто работать из остальных никто не стал. Нет, они сразу попали куда-то, сказали, а, мы все поняли, и все, нам больше ничего не надо. Но никто на эти условия не пошел. Я не знаю, как это еще можно характеризовать, как, в общем-то, не желание людей здесь зарабатывать деньги, а желание просто... Вы не говорите об условии? Я сейчас расскажу. Эти условия не то, что не необходимы, а для этого невозможно заработать. Итак, посмотрите. В принципе, если мы разберем распределение... Я уже начал зарабатывать хорошие деньги только тогда, когда разорвал курс со всем, с этими определениями, и упростил свою стратегию до примитива, вообще-то. Я занимаюсь сейчас достаточно примитивными делами, и это все успешно работает. Значит, первое, я четко осознал, откуда у спекулянта берется прибыль. И, в общем-то, вопрос развивает сам собой. Чтобы быть успешным спекулянтом, надо просто как можно больше денег отбивать у других, и как можно меньше отдавать к нам. Кроме того, что мы отбираем, еще кто-то пытается забрать на нас, соответственно, других. Чтобы быть успешным, надо как можно больше отбивать у других, как можно меньше отдавать самому. Что за этим стоит? Вот, приведу вам сейчас такой примерочек. Вот, кто-нибудь согласился бы сыграть со мной вторую игру. Допустим, мы берем подбрасываю монетку. Если выпадает орел, вы нам даете огонь. Если выпадает режь, я вам даю три огня. Все, кидали по вашему самому. Максимальная сумма. Количество подбрасываний не ограничено. Кто-нибудь согласился бы? Да. Все согласились? Любую монету. Ваши монеты. Кто подбрасывал? Кто подбрасывал? Кто подбрасывал? Кто подбрасывал? Кто подбрасывал? Потому что вероятность поигрыша 50%. Но при выигрыше сумму увеличилась. В общем-то правильно. А я, естественно, не совсем дурак предлагает такие условия. Сам бы с удовольствием сыграл с тем, чтобы эти условия предложить. Вот, в принципе, эти условия нам предлагают приблизительно такие похожие. Вся моя стратегия заключается только в следующем. Даже если использовать случайный вход. Абсолютно случайно. Именно случайно. Не на эмоции. Не поддаваясь на какие-то умы. А на что-то. Если использовать случайный вход и цена вдруг пошла против, я, допустим, на уровне 1% позицию подбрасываю. Потеря. Если цена пошла так, как я задумал, то я, допустим, беру 3%. И все. На этом основа моя стратегия. То есть закрываем? Закрываем? Закрываем. Пойдемте. Даже эти продолжают разницу. Я сейчас расскажу. На самом деле, я, конечно, не закрываю. На самом деле, все немного по-другому. У меня все гораздо еще лучше. Но вот весь принцип спекуляции. И что значит, как можно больше убивать у других, и как можно меньше отдавать самолетом. Ну отдали вы рубль, я понял. А хотите забрать три? Да. Естественно, я там ни за кем не гоняюсь. Я имею. Я работаю только самолетом. Я отрюкся от всего вообще. От новостей, от слушателей. В отличие от инвесторов, спекулянта есть одно большое преимущество. Спекулянт может использоваться при работе только абсолютно точные достоверные данные. В отличие от инвесторов. Инвестор вынужден использовать такие данные, как отчеты компании, которые могут быть не специфицированы, не как-то приукрашены. Инвестор смотрит на какие-то новости, которые могут повлиять на дела в компании. Как эти новости могут отразиться на самом деле, никто не знает. Эта новость может быть уточнена в цене, может быть не уточнена в цене. Не знаю. То есть инвестор никогда не располагает точные данные. Но у инвестора есть другой критик. Инвестор работает в системе с положительным от ожиданий. По-моему, Сергей рассказывал про положительные и отрицательные новости. Не рассказывал. Ну, а если мы, допустим, где-то с кем-то решили создать какую-то тему. Это не положительный, да? Да, да, да. Он говорит – положительные и отрицательные. Давайте я сейчас расскажу. Значит, допустим, в картине мы с вами забирающие видео, скидываемся 50 рублей победителю строучек. Вот эта система с нулевым от ожиданий. То есть мы, каждый из нас в принципе 50 рублей в итоге победит все равно. Все понятно. Система с отрицательным от ожиданий – это если, допустим, мы бы еще за аренду стролазов, допустим, платили без нас. Да, да. Получим мы меньше. Получим мы, в итоге меньше. Вот инвестиции – это игра с положительным от ожиданий. Потому что там, возможно, такая ситуация, что все вложили определенную часть денег и все заработали, все получили свой. Потому что за 5, кстати, работают средства, которые создают приборочную стоимость и цена акций. Спекуляция – это всегда игра с отрицательным от ожиданий. Потому что надо еще уплачивать комиссию брокерам, надо биржи, надо еще платить за интернет, возможно, за какие-то платные сериалы, кто еще на что раз. И единственный способ победить, единственный способ постоянно быть успешным в этой системе с отрицательным от ожиданий, ну, вернее, не единственный способ, способ, наверное, несколько. Первый способ – это взять и поменять систему и стать инвеститором. Это хороший вариант. Уйти от этой системы. Второй способ – попытаться эту систему как-то, наверное, изменить. Например, говорить, чтобы не выплатить сборки, я могу выплатить вам наплачивать. Я думаю, что это невозможно. Правильно? Единственный вариант, на мой взгляд, который создается, это внутри этой системы создать какую-то свою систему, которая внутри системы с отрицательным от ожиданием. Красиво, положительным от ожидания. Вот, на мой взгляд, единственное, на чем можно построить эту систему, то, на чем я вам сказал, соотношение, ну, называется это вообще риск-менеджмент, либо money-менеджмент, соотношение рисков, соотношение возможной потери и возможной прибыли. Александр, можно вопрос? Да. Вы внутри дня работаете? Нет. А как же тогда, хорошо, если откроется рынок с гэпом, например, цены в противоположную сторону, как же вы соблюдите? Это с кругу водно. Ну, существует несколько правил. И это все должно быть в стратегии. Значит, первое. Что должно быть в этой стратегии? В стратегии, либо, там, ваш план, я буду не знаю, как еще назвать, правила, в котором вы будете работать. Что в нем должно быть? Первое, что в нем должно быть четко прозвучать, это то, за счет чего вы собираетесь обыгрывать систему с отрицательным от ожидания. Вот многие начинающие трейдеры, в том числе и я, в свое время пошел по ложным пути, и я попытался решить эту проблему за счет технического анализа. Ну, сначала я, естественно, влюбился фундаментальным анализом, потом я понял, что я, в принципе, вообще не согласен. Затем я влюбился техническим анализом, который, ну, к сожалению, нет времени поподробнее рассказать о теханализе, но именно теханализ используют для анализа акций данные для живых питеров. Цену, объем, ну, в случае с вижуцом, еще объем открытых позиций. Я увлекся. В конце концов, я понял, что и теханализ, в общем-то, не работает. Потому что я не встретил ни одного человека, не прочитал ни одного человека, которому удавалось бы обманывать, вернее, обыгрывать, наверное, их рынок на протяжении долгого времени. Кто-то в течение какого-то времени с помощью каких-то, там, индикаторов, осцилляторов, уронов и планачек могут это сделать. Но дело в том, что я это вношу только к тому, что, например, если взять, подкинуть, если миллион человек подкинет монету, получается, допустим, в сто раз, возможно, найдется кто-нибудь, у кого 95% случаев всегда будут выпадеть от сахарей. Так и выумки, на рынке гораздо больше миллиона человек, в разных странах, за еще и в разное время. Кто-то мог в каком-то переводе на эту дорогу, и кто-то нет, но в общем и в целом, если посмотреть, если поанализировать работу любого индикатора, любого индикатора, любого индикатора, все то, все то, арсенал, который предлагает теханализ, то я не нашел ничего, чтобы там показывал на протяжении длительного времени положить результат, где бы результат предсказаний был верным более чем на 60%. А играя всегда вверх, мы как раз и получим такую же результативность, потому что рынок всегда растет, и большую часть времени он проводит в росте. Хотя бы за счет того, что он всегда растет, и за счет того, что если падает, то падает, как и правило, резко, и выстратка, а потом медленно будет отрастать. В конце концов, когда я отказался от любой попытки предсказать, хоть как-нибудь вообще малейшее, я и в общем-то стал получать на то, что он не хочет. Спитолог. Рассказываю теперь о своей стратегии. А какая у вас сумма, вы стекулируете? Какой сумма? Да-да, и автобиографию, и где лежит еще? Нет. Дву года назад я начал с суммы 30 тысяч рублей, я работал 3 месяца, пока не достигал. Честно говоря, я не сейчас понимаю, что это достигается случайно, но я на этом работал. Дальше я через 3 месяца обложил сумму 100 тысяч рублей, какое-то время еще добавлял, потом все, что добавил, выбил, абсолютно все. В итоге сейчас у меня сумма, ну, скажу, несколько миллионов. Но больше статус-топа. Больше статус-топа. Больше статус-топа. Доллар переводить – это больше статус-топа. Больше статус-топа. Я нормально, эффективно эти суммы, пока слабоюсь. Хотя уже чувствуется, что тяжело. Дело в том, что я работаю на фьючестном рынке, я не работаю с обычными акциями, вообще не вижу ни одной причины спокулянта работать на рынке акциями. На фьючестном рынке работают гораздо проще, все гораздо понятнее. Единственное, что может быть длинность пониже. У меня уже ее не хватает. А вы на нашем рынке работаете? На нашем рынке. Но сейчас уже задумываюсь с тобой не прекрасно. У меня стратегия не 10%, у меня 25%. Я практически всегда 25%. В месяц? Да. Значит, за счет чего я покупаю? Значит, как я сказал, на чем можно построить систему с положительными ожиданиями? Вот только за счет соотношения возможных убытков и возможных прибыли. Моя стратегия такая. Я обхожусь... Ладно, скажу сначала, как оно умеет записывать. Даже при случайном входе, если цена идет против меня, я готов к терять свой 1%. От движения цены, пожалуйста, я хочу сказать. Если цена пойдет в мою сторону, боятся эти 5%. Я сейчас хочу 5% от движения цены при соотношении 1 к 5. Вероятности того и другого, что это произойдет. Ну, по идее, математическая команда. При случайном ходе. При случайном. Как, так сказать, можно еще эту систему? Вот это вообще, вот это. Это и есть принцип успешной спекулировки. Других, я не знаю, как еще можно успешно спекулировать. И все остальное, вот как получать больше, это уже, я бы сказал, искусство спекулянтов. А вот сама система, вот она. Значит, что касается еще, какие варианты, так сказать, как улучшить эту систему? Первое. Не обязательно входить всей суммы сразу. Я вхожу на... Сейчас я стал, ну, готов, так сказать, немножко... То есть эти опыта, да, на базу уверенности. Я сейчас вхожу на половину суммы. Учитывайте, это на фьючерсы. На фьючерсы я за фьючерсный контракт плачу не полную стоимость, а только 15%. И, вернее, я за него вообще ничего не плачу. Но сменять берут гарантийное обеспечение по этому контракту, чтобы я, как сказать, не убежал, а и гарантийное обеспечение составляет 15%. В результате я на всю свою сумму могу купить... В результате у меня получается... Причем... 6,66. 6,66. 6,66. Ну, 0,5. А что, 0,50? Я понимаю, это то, что списал пока. В результате, если цена идет против меня, я сговорю. И теряю я уже не один процент поддержания цены, чтобы было бы 6,66%, а теряю я всего 3,33%. А если цена прошла на мою сторону, я позицию начинаю добавлять. Я беру еще 5%. Через сколько? Через 1%? Дело в том, что я сейчас скажу, в принципе, я вхожу только в важных ключевых проектах. И приблизительно через 1%, но зависит от возникновения какой-то ключевой печки. А что значит ключевой? Сейчас я расскажу про это дело. Получается, не случайный вход? Нет, не случайный. То есть тех анализ вы используете все-таки? Более того, да, я, разумеется, использую тех анализ, но я полностью отрицаю, не принимаю его предсказательную силу. Но ключевые точки вы на основании тех анализов прогнозируете? На основании данных. Я пользуюсь данными только безживых. Представляете, данный вопрос. А какое количество я сделаю в день? В день? Да. У меня в месяц? И вот идеальный месяц с точки зрения моей договорки был февраль. Я входил, я в МКИ провел сначала 3 дня, сделал вам 25% ставить. Потом я попытался войти еще в один день, у меня там не пошло. И в конце 10 февраля я сделал еще раз свою норму, еще опять за 3 дня. То есть 3 сделки в месяц, да, получается? 7. Ну всего я провел 7 дней раньше. На самом деле я не сидел, не смотрел. Сколько времени в день ты проводишь у компьютера? По-разному бывает. Значит, если раньше я пытался каждый день сейчас сидеть и анализировать, сейчас я только отказался. Потом я просто по вечерам сидел все время, чем занимался, чертил ленингренд и так далее, сейчас я вообще отказался. Вечером я не провожу. Я только раньше 11 часов, если я не в позиции, если я не в позиции, то на мой экран через 11 часов 11-12 я не смотрю. Потом я, ну, у меня работа такая, достаточно больная, я могу постоянно подходить и смотреть, что там творится. Если я увижу ключевую точку, то я откажу. Давайте, давайте, давайте. Это все продолжаем. Александр, а все-таки еще, если вы оставляете позиции на ночь? Сейчас расскажу. У вас же может разрывствоваться там. Сейчас расскажу. Не торопите. Я еще до этого не зашел. А это ключевой момент? Да, это ключевой момент, да? Вот во всей этой... Да, это ключевой момент. Это важно, это достаточно большой вопрос. Дальше. Вот, на самом деле, вот требования по факту, в принципе, по идее, вот те люди, которые хотят обойтись по моей системе. И, ну, не то, что это моя система, да, это все известно, на эту тему есть много публикаций, много статей. Но на самом деле, вот у меня такое впечатление, что фондовый рынок вообще превратился в такую массовую индустрию, по одураживанию людей, выкачиванию их денег. И всей этой полезной информацией, всей информацией о фондовый рынок всего, не знаю, одна десятая процента, наверное, написана куча книг про вот таких толстых, дорогих, про какие-то там японские свечи, по гаданиям, по предсказаниям на японских свечах. Я им тоже обновременно увлекался, я их изучил, там, красиво назвали. Но я понимаю, что на японских свечах никогда не построишь прибыльную стратегию. Я увлекался, ну, не увлекался, я сразу отверг всякие Голл-Навиота и Фибоначчи, просто смешно даже, что это не имеет никакого отношения, смотрю ни к чему. Единственное, имеет некое отношение к психологии, иногда я за этим делом посматриваю. Ну, то есть, ну, на эту тему написано очень много. Люди, в виде больших дней, еще слышали, рассказывают, что кто-то там, на этом, на этом начали делать все эти деньги, покупают, начинают изучать, тратят на этот год. Хотя все, в принципе, достаточно плохо. Все решит в определении, откуда регулянты придется принять. А именно, то, чтобы прибыль отбирается и другие, я сказал. Что больше результата нет. И все, что, повторяюсь еще раз, что тут хорошо отложилось, и все, что может быть живут, открывайте как можно больше других, меньше, как можно меньше отдавать при этом самому. Что выражается в такой красивой фразе, как «дайте прибыль и течь, и признайте вы будете». Вот на основе этого не строится успешная стратегия. Значит, требования. Повторный ход, вообще, по идее, должно быть меньше. Повторный ход, желательно, чтобы он был меньше. Лучше, допустим, отделить первый ход 0,4, 0,3, 0,2, 0,2. Ну, я уже, так сказать, чувствую себя нагло, достаточно уверен, у меня от каждого на 5, на 5. Более того, если я оставляю позицию на ночь, то мне еще начисляется какая-то вариационная ножа, и я могу еще покупать и входить. Еще-то входить, тем самым увеличиваться. Дальше. Как еще эту стратегию можно улучшить, и как я это делаю? Теперь как раз про ключевые точки. Это – изменить вот это отношение случайного входа на 5 и на 5. В принципе, на самом деле, если играть в лонг, покупать и не шратить, не продавать, а потом покупать. Сначала покупать, потом продавать. Уже вероятность успеха выше. Я тоже вот уже забыл, когда я шратил в последний раз. Честно говоря, и считаю, что для шорта и шорта есть только два приятных варианта. Это либо глобальный падающий рынок, либо сильный перегретый рынок. Ну, могу сейчас тоже об этом рассказать по своему мнению. Пока дело не будет. Итак, играем всегда в лонг. То есть сначала включимся под луками, потом через какой-то дворец поболевают. Дальше. Я действительно пользуюсь теханализом, что нашел некоторые ключевые точки. Что я вкладываю в понятие «включевые точки»? Из всего теханализа я пользуюсь, в принципе, только линейными трендами, или даже линейными трендами, которые стал пользоваться, и по остройки. Что такое ДН? Ну, цена, она идет когда ровно, она идет каким-то ловным. Есть у нее какие-то минимумы, максимумы. Вот если, в принципе, ее движение… Ну, и есть соотношение, да, каждого последующего минимума к предыдущему, и каждого последующего максимума к предыдущему. то, в принципе, на этот участке невозможно. На этом участке у нас растущая дорога. Если наоборот, у нас каждый последующий максимум ниже предыдущего, и каждый последующий минимум ниже предыдущего, значит, мы��аем пасыщие. Есть еще два других варианта. Это когда каждый последующий максимум ниже, Каждый последующий минимум выше. Ну, это получается вот такой треугольничек. Ну, это пока нет. Бывает другая еще, вторая, чем была. Когда самовыратно. Когда каждый последующий на максимум выше, каждый последний ниже, ниже и выше. Ну, это очень достаточно страшный фигурик. Это восходящий треугольник, но это по-любому тоже боковик. Значит, мы либо растем, либо его падаем, либо боковики. Если мы растем, для нас самым важным является линия, проведенная по спаде. Ну, то есть у нас есть растущий край. Вот что я определяю ключевую точку. Вот есть у нас четкий край. Поэтому у нас не коридор, может, какой угодно будет. Вот цена подходит к этой линии. Цена подходит к этой линии треугольничек. К нашей речке, кстати. Вот эта точка. Вот эта точка. Движение цены от этой точки нам даст ответ на вопрос. Что будет дальше? Либо пойдем вверх. Соответственно, тренд продолжает жить. Либо она подбивает его и тренд этот мертвый. Есть такие вот многие в теханализе, а в многих книжках написано, какая-то такая, я считаю, что полная чушь и возврат в тренд. Тренд уже показал, что он пробит. То есть есть другая цена, что тренд жив до тех пор, пока никак не показал приняту своей смерти. Вот, если здесь пошло пробитие, то по-любому, это тренд жигнал. Возможно, цена упадет не далеко. Возможно, она упадет опять выше этой точки. В разнике другой стороны. Возможно, она упадет ровно. Мы пойдем в боковину. Кроме вот такого бокового движения, можно еще раз, в ровную вершину. На одном уровне. Да-да, тут уже ровно упадет. Вот эта точка ключевая. Ну, на самом деле, ключевых точек много. Это просто, например, любая линия сопротивления, вот она у нас идет, в пелости, в пелости, в пелости, в пелости. А то, что вообще раз мы поделиваем, на тот и третий раз. Когда на тот и третий раз. У нас возникает какая-то линия сопротивления, которая сопротивляется. Ну, любую. Возможно, кто-то какую-то заявку выслал. Возможно, кто-то... Не знаю. Возможно, просто толпа уже смотрит, сперва от пробила. Давай и... Давайте... Закончим. А? Вообще, я работу начинаю в среднем. Я работаю на пяти минутах. Начинаю работать на пяти минутах. Что дальше? Вот это ключевая точка. Если мы пробиваем, значит, что линия сопротивления нас не поднимает. Если отскакивать, значит, ничего не поднимает. А что сейчас поднимает ключевую точку? Когда я вхожу? Сейчас рассказываю. Время проявлял. Когда я вхожу? Я нашел для себя очень главный ключевой точкой. Ничего лучше работать по тайному. По какому-то тайному? По линии тайному. Просто потому, что если мы вошли... Вот в этой ключевой точке. Ну, вот сюда цена отскочила и пошла вверх. Мы вошли, где-то здесь вывезли. Тогда у нас в следующий раз поможет. Да, мы... Мы. Под ключевой точкой... Для чего нужна ключевая точка? Там, где есть ключевая точка, там можно выставить стоп гораздо больше, гораздо ближе, чем на один процент. По таким бумагам, как там, не знаю, Лупойл, РАУ, ЕС, Газпром, с которыми я уже там вообще сработал. Даже 0,5% это уже достаточно много от цены. Если идет пробитие, здесь пробитие больше, чем даже уже на 0,5% То я уже здесь закрою сразу. Закрылся бы. Я по этим точно ничего скажу, но с этим тоже надо. За счет использования ключевых точек, мы можем довести искусство, как можно меньше отдавать другим, до... Не до автоматизма, до какого-то... Улучшить результат. Вообще, как можно меньше отдавать другим, а именно, то есть это выражается в жестком стоке, если цена пошла против вас. Это искусство. То есть, в принципе, теоретически можно вообще довести до совершенства и не... Ну, теоретически можно довести до того, что вообще никому не надо. Искусство же как можно больше отдавать другим. То есть, давать прибыль течке. Это за смешанство. Никогда довести нельзя. Это всегда... То есть, всех денег стоят не заработать. Всех, 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 всех. Поэтому я прошел в виду, что даже не надо это делать. Тимитами надо это делать. Многие начинают, говорят, да я вот по интеграторам, по осцилляторам, и увижу точку какую-то ключевую гораздо раньше. Например, если она примерно падающая, пошла на какой-то оборот, да я эту точку еще вот здесь делаю. Но формально мы все еще падаем. И вот здесь будет определённость протеролизма. Куда он падает? То есть, это график средний или нет? Нет, это график. Это за день, да? Вот мы падаем. Это за день, да? За день как? Это на 5-ти минуты? Да, на 5-ти минуты. Средний. Внутри дня я использую. Дальше. На самом деле, я использую еще другую. Более того, что точку. Вот. В пол 10 я начал. Начал. Сижу. Я понял, что всех денег, наверное, не заработаешь. То есть, к этому даже не надо стремиться. Лучше зарабатывать надежно. Но. Отмечайте. Поэтому я сижу. У меня с ними там что-нибудь делать только. Отмечайте. Когда созреваю, просто смотрю. Когда наградка возникает. Моя единственная фигура на сегодняшний день, оставшаяся, когда я вхожу. У них. Вариант вверх не пропускает. Когда мы падаем, падаем, падаем. Я, допустим, вечером смотрю, что там сегодня было. Посмотрел на сегодняшний день. А тут я уже начинаю посмотреть. Когда происходит такой момент, когда я пропустила на падле, еще и так далее. Сейчас происходит несколько минут. Потом пошел такой дозвон. Возникло у нас какое-то минитость. Заней. Ванках еще падающие тренды. Но еще падающие тренды. Ванках падающие тренды. Возникает такой же момент, когда она наслаждается новый тренд. Маленький, молодой. При этом, самый валютный условие. Я еще смотрю по структу. К сожалению, нет примера, скачь на руках на среднем. Это один из индикаторов. Когда полостая средняя подходит в этот момент, подходит в этот момент, человек не имеет тренды. Вот здесь возникает пробитие, а сюда подходит. Вот в этот момент перетонная, и тоже убавит. Это означает, что вот этот вот молодой тренд просто победит. Дальше. Я знаю, где поставить стоп. В принципе, я сейчас использую стопы очень короткие. Они короткие, но и кратчайшие. На фьючис храо глупойла у меня стоп 100-150-200 рублей. Это 0,2. Постой к моменту. 0,3%. Вот причем 3%. Я очень быстро в другую позицию, если она пошла. Но если она пошла в мою сторону, я сначала добавлю... Да, непременным условием удивляется. Через определенное время, когда цена пошла, как правило, вот в этих позициях улетает. Я тут же приношу стоп. Дальше. Цена идет. Я перестал смотреть на линии тренды, потому что очень часто цена идет. Она вот иногда пробивает. А может быть все равно пробило, но все равно выше. То есть все равно растущий тренд, но просто менее резко, более полотно пробивает. Я, в общем-то, занимался тем, что становилось отношение максимум к цене. Пока у нас каждый новый, минимум выше, выше и выше, и каждый новый максимум выше, я держу позицию. Далее я жду. Пока цена не сделает 5%, вот, поверьте, вот с этого года, мы знаем, что поймать 5% в режиме цены раз в месяц, раз вплоть до нас, это не сложно. Особенно, когда знает, как это доходит важный, какие ключи в это. Далее я делаю 5% и выставляю жесткость. Акцена у меня зашла. Ну, вообще, на самом деле, я 50% позиции тут же крово, на столе 50% позиции, если цена пошла-пошла дальше, начинает прибавляться, начинает прилетать, я опять позицию выполняю. Все, на этом основана моя стратегия. Одна сделка, в принципе, одна удовольствия сделка. Слава скажу, большинство сделок, у меня происходит не достигнут этой цели 5%. Большинство сделок, у меня выше точки безобличия. Вот этот момент очень сложно вообще попасть на своих страхов. Ну, бывает, конечно, движение при помощи. Тут же, наношу точку безобличия, очень часто меня срывают. Ну и что, сделка не удалась. Я не получил. Причем, иногда срывают так, что и тут же цена я пошла улетела. Ну и что, я не получил. Я ищу другую путь. Главное, что я не потерял. Я позаботился о своих возможных убытках, о прибыли. Она в какой-то момент. Она все равно хорошая. Большую часть сделок я беру, не достигну в своих планах 5%, но сделав 2, 3, 4%. В результате мне нужна пока до конца есть еще одна сделка, она уже с целью психолога. В принципе, все время так и было. Я сделал две нормы, но не по одной я не поймал 5%. Хотя было бы, хотя было бы, был вопрос. Да, вот самый последний вопрос. Что-то есть, позицию я на ночь. В течение дня я работаю не внутренне. Если я за этот день не сделаю, не поймал движения цены более 1% я позицию закрываю. Если я с небольшим убытком, если я по нулям или с небольшой прибыль меньше 1%, я позицию закрываю. Я не оставляю. Дальше, если у меня прибыль более 1%, я никогда не оставляю всю свою позицию на ночь. Раньше я не оставлялся именно 2,3%. Именно с такой позиции я попал на крепку процентную недавно. ОАУ, ЕС, до этого упал, слава богу, сделав уже 3,5%, попал на крепку 5%, даже в приватильности на 6% проходил. Что делать? Да. Но попал не в сей сумму. И даже, так сказать, если бы что, не налетел бы на машину полку. Что в такой ситуации? Да, за кое может быть? На самом деле, на крепку больше 2%, на такую черту, если мы попадаем на крепку до 2%, или 2%, то, поймав уже 1%, мы уже как бы защищены, да? Уже попадаем только на 1%, более того, я не оставил позицию для опции на ночь, я оставил 2,3 позиции. То есть, в результате, потери могут быть, но не такие большие. Вот в данном случае случилось, очень мало вероятно, случилось, что ГЭП было 5%. Что делаем пока? Это тоже случилось. Кстати, на ГЭПы можно попадать как-то минус, плюс это вообще что-то. В понедельник, скорее всего, плюсовой, скорее всего. То есть, я попал в паралл, может, только раз потом, 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 в паралл ДС. В ГЭП, наверное, на 0,5% несколько дней назад, тут же закрылся, значит, если вы уже попали на ГЭП, мы попали, что делать дальше? Опять же смотреть, и выставить стоп, уже от этой суммы. Правда, в данном случае, надо стоп или нет побольше, потому что в этот момент, может быть, очень сильный вводитель. Я смотрел за ОС, уже, честно говоря, когда он начал ползать, уже готов был задаваться, но, все-таки, я не увидел сильного продолжения движения, оставил позицию. Ничего, через несколько дней я вернулся в свой день в голову. Отлично. 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 Отлично.